Рекордное падение пассажиропотока из-за пандемии коронавируса зафиксировали в аэропорту Симферополи имени Ивана Ивазовского. Как сотрудники Роспотребнадзора предотвращают распространение новой инфекции в главных воздушных воротах Крыма? Узнаем у нашего корреспондента Анны Нечуговской. Она сейчас на прямой связи со студией. Аня, как проверяют прибывших и куда отправляют, собственно, пассажиров с признаками COVID-19? Да, коллеги, здравствуйте. За последнюю неделю из аэропорта Симферополь было госпитализировано 6 человек. Они прибыли в Крым и у них были обнаружены симптомы ОРВИ, это повышенная температура. Их госпитализировали, изолировали, взяли анализы на коронавирус-19 и пока он не подтвержден. Это последние данные Роспотребнадзора. Также нам сообщили о том, что всем прибывшим в Крым на борту самолета измеряют температуру бесконтактным способом. Также потом в зоне прилета им тоже измеряют температуру. И для этого была задействована международная зона прибытия в терминале. Там же медицинский пост. Пресс-служба аэропорта Симферополь заверила нас в том, что они соблюдают все требования Роспотребнадзора. Мы обратили в свою очередь внимание, что при входе в аэропорт размещены дезинфицирующие средства. Можно обработать руки прямо при входе. Также температуру меряют всем сотрудникам, которые находятся в терминале. И всех прибывающих анкетируют. Это тоже обязательная мера для профилактики распространения коронавируса-19. Что еще хочется отметить, что повышенное внимание здесь обращают к дезинфекции помещений, где большое скопление людей. Но, как мы можем обратить внимание, на данную минуту в аэропорту Симферополя не так многолюдно, как обычно. Люди есть, которые собираются улетать. Они практически все в масках. Здесь постоянно напоминают о том, что нужно соблюдать дистанцию полтора метра. Но многие, видно, улетают вместе и дистанцию эту, к сожалению, не соблюдают. Ну и что еще хочется отметить. Немножечко цифр. Зафиксировано рекордное падение пассажиропотока. За первые 12 дней апреля он уменьшился на 85%. Количество рейсов сократилось больше, чем наполовину. И так, например, за 13 апреля аэропорт Симферополь обслужил 480 пассажиров, как принял, так и отправил. Я еще раз напоминаю о том, что всех прибывших в Крым у них проверяют температуру. Они проходят анкетирование. И дальше им дают указания, как действовать в сложившейся ситуации. Ну, у всех, у кого выявлены симптомы ОРВИ, их госпитализируют. Повторюсь, за последнюю неделю это было 6 человек. Коллеги, у меня вся информация к данному часу. Спасибо за информацию. Да, действительно, от поезда каких-либо сейчас стоит воздержаться. Это была Анна Ничуговская из аэропорта Симферополя.